В городе Магнитогорске много чего меняется, и, наверное, в лучшую сторону. То есть, к примеру, вот этот молодой человек закрыл свое кафе. Хорошее такое, дешевое, самое дешевое в городе, самое веселое. Ну и хорошо, значит, Магнитогорск не готов к тому, чтобы отдыхать. Платите деньги большие и делать, что хотите, не уже в принципе фиолетово. Кроме всего прочего, город Магнитогорск, извините, прокакал. Отличный автомобиль, Nissan Skyline. Помните, красный такой, полосатый был. Дядя Леша его тоже продал за хорошую сумму, 380 тысяч. Машина уехала в Уфу, Магнитогорск, обломайся. Кое еще что продам, возможно. Ну да ладно, сегодня про другое. Про то, что студия Флока и Винила переехала с поселка Крылово сюда, на Казачью переправу. И сегодня она работает здесь, вот на улице Сосновой, 65. Как проехать сюда? Это все очень просто. Тот самый замечательный перекресток, где все правила нарушают. Проезжаете и дальше следующий, без светофора. Поворачиваете налево и прям-прям сюда упираетесь. И здесь делаете сказку, делаете конфетку из вашего автомобиля. Потому что только, похоже, вам в этой жизни это и остается. Ездить на старом автомобиле с хорошей душой и сердцем. В последнее время у меня больше уважения вызывают автомобили преклонного или даже древнего возраста. И тут дело не только в том, что эти автомобили делались из металла, они склеивались из пластика. Они делались качественнее. Ну и вдобавок объясню. Лошадиные силы тогда не были рекламным стимулом. Лошадиные силы сейчас это приговор автовладельцу. Причем приговор достаточно странный. Сроки, а точнее суммы платежей могут увеличиваться благодаря придурочным губернаторам, не умеющим зарабатывать деньги, кроме как на населении. Поэтому, друзья, желающие ездить на объемах и на металле, учимся уважать и облагораживать остатки. Я для себя делаю машину. Я бы, конечно, если бы деньги были, я бы новую купил. А, еще не дожил до того момента, да? Нет, я не собираюсь. Я вот чисто для себя ее делаю. Я хочу для идеального состояния ее довести. И потом уже ездить на 20-летнем автомобиле? Я хочу вот просто на ней ездить и все. Я для себя делаю ее. Другим друзьям я ничего не советую. Вот старые машины покупать, это их не выбор. Я вот для себя выбрал машину, я ее купил, я ее ремонтирую. Вот вы приехали сюда, я посмотрел, торпеда была, наверное, в ужасном состоянии, да? Да, конечно. А сейчас уже желание и все остальное сделать? Конечно, и салон сделать, и кузовные работы, и все так далее. И двигатель другой надо тоже ставить. Хорошо идущие глобальные планы. Как выбрал студию Флока и Винила Феникс? Друзья посоветуем. Не расстроился? Нет, конечно. Всем, наверное, интересно узнать, а как это было до того? Уникальная возможность вернуться в прошлое у вас есть. Приготовьте Варидол. Вот так это делали очмелые ручки. Про то, как сделали ручки умелые, говорить не будем. Вы все и так уже видели. С точки зрения художника Флока, это что за материал? Вообще, вот если честно, я вижу в большом количестве автомобилей, которые уже подустали. Но они еще могут ездить. Двадцатилетний автомобиль может радовать человека так же, как и новый, кстати. Вы имеете возможность владеть вот такой технологией? Да, конечно. Но Флок это не материал, то есть не ткань. Скорее, это пластиковое напыление. Поэтому оно намного прочнее, чем ткань. Она не скатывается. Его можно помыть в любое время. То есть так же мыльным раствором и губочкой. Все смывается, все застарелые засоления. Вот. И оно намного прочнее. А вот для того, чтобы в машину вернулась новая жизнь, это же надо художником быть. Не каждому дано. У вас есть образование специальное? Конечно, да. Наш родной худограф. То есть можно всегда что-то придумать, даже если две абсолютно одинаковые машины стоят. Ну, допустим, приехали два лансера, да? А вот они хотят, чтобы внутри что-то. Да и снаружи было немножко по-другому. То есть эта работа получается мастер-ателье по превращению из никакого автомобиля в конфетка автомобиль. Конечно, каждый автомобиль индивидуален. И на любом автомобиле можно сделать какую-то изюминку. Он будет совершенно не похож на другие. И вы, конечно, извините. Но что-то внезапно, дело бесполезных стало много. Да и в связи с переездом студии «Феникс» не все снять удалось. Поэтому вот вам демонстрация новых возможностей. Не только флок и винил, но и кожзам дает автомобилю на примере праворукой «Тойоты» новые ощущения. Так что настоящие автолюбители, а не автокредитные водители. Сохраним наши автомобили и улучшим их вместе. Для меня это ровно день, может быть даже меньше, в 3D Max нарисовать схему проезда сюда. Ну, вы видите ли, да, там, Orion я вам разрисовал. Все нормально, все прет. Чуть позже сделаю, ничего сложного в этом нету, потому что здесь работают так же, как я художник. Только вот у меня художественного образования нету, я извините инженер. Так, что-то помню. А вот так, чтобы из машины сделать конфетку, то есть подобрать цвета, оригинальное световое решение, вот, может быть, сюжет продумать. Это вот только здесь, на улице Сосновой, 65, на которой проехать абсолютно несложно. На Казачьей переправе, вот, если едете в сторону нашего любимого завода после перекрестка со светофором, на следующем без светофора поворачивайте налево и проезжайте. Если же обратно едете, то тут достаточно так же просто. Улица Сосновая, она идет ровно параллельно, вот, Казачьей переправе.